Это новости на канале ФКТ в студии Ольга Десятого. Здравствуйте и смотрите сегодня. На кладбищах перед Пасхой будут выдавать грабли и мётлы. Горожан попросили перебраться на могилах близких. О санитарии шла речь на расширенной планёрке главы Сочи. Сочинцы могут заработать и не платить за это налоги. Речь идёт о сдаче в аренду собственного жилья. Более 150 тысяч тюльпанов зацвели в Сочи, а на Южном Малу теперь растут 12 кедров. Город обновил зелёный наряд. Почти 100 спортсменов, в их числе и хрупкие девушки, стартовал открытый чемпионат и первенство города по боксу. Рисовый вопрос решён. Правительство России поддержало инициативу губернатора Краснодарского края. Аграриям разрешили сжигать солому, которая остаётся после уборки белого золота. Такое постановление подписал Дмитрий Медведев. Разводить костры можно в безветренную погоду, предварительно расчистив территорию вокруг участка. При этом расстояние до ближайшей постройки должно быть не менее 50 метров. При себе нужно иметь огнетушитель. Напомню, в октябре 2016-го глава Кубани Вениамин Кондратьев предложил установить особый порядок утилизации рисовой стерни. Теперь он вступил в действие. Рисовая солома по своим свойствам имеет довольно плодный характер. На сегодняшний момент во всём мире ещё нет технологической операции, которая способна её измельчать должным способом. В старые времена применяли способ сжигания рисовой соломы для утилизации этой массы. На сегодняшний момент и мы теперь имеем такую же самую возможность. Отмечу, что сжигать сухую траву на землях сельхозназначение по-прежнему запрещено. Сбербанк займётся развитием сети банкоматов на побережье Краснодарского края. Об этом речь шла на встречу губернатора региона с Евгением Титовым, новым председателем Юго-Западного отделения финансовой организации. Вениамин Кондратьев заметил, что проблема нехватки офисов и аппаратов для выдачи денег в курортных городах и посёлках остро стояла в прошлом году. Немаловажно развитие банковской инфраструктуры, в том числе и на побережье. Сегодня я считаю, что количество отдыхающих, которые приезжают в наш край, оно каждый год растёт и доходит до 15 миллионов уже в прошлом году. Поэтому, конечно, здесь недостаточно. Офисов Сбербанка находится на побережье и даже тех же банкоматов, потому что здесь, конечно, мы видим на лицо, что стоят очереди. Общей концепцией развития населённых пунктов побережье Краснодарска не является, скажем так, обычным, потому что как раз в период, на приток, в сезон отдыхающих, вы назвали цифру, здесь на 15 миллионов человек, то есть оценивать эти населённые пункты как сельскую местность и ориентироваться только лишь на какое-то среднее арифметическое число жителей, там 8 тысяч в посёлке. Это не 8 тысяч мы обслуживаем, а приехавших несколько десятков, а то и сотен тысяч. Мы разработаем вам понятную тоже стратегию по каждому населённому пункту. Сетка, количество банкоматов. Говорили и о количестве отделений банка в сельской местности. Никакого сокращения не будет, заверил Евгений Титов. Также подняли вопрос об увеличении кредитного портфеля для малого и среднего бизнеса Кубани. Вениамин Кондратьев отдельно заострил внимание на поддержке аграрного сектора, в том числе и небольших фермерских хозяйств. Важно, чтобы кредиты были доступными. Безусловно, где-то гибче сам Сбербанк относился к тем, кто хочет взять кредиты. Понимание того, что мы всё-таки аграрный регион. И аграрии тоже сегодня хотят здесь подходить с точки зрения того залоговой базы, которая есть. И понятно, что не потому, что она слабенькая или не совсем она ликвидна ему отказывать, а всё-таки попытаться найти среди его имущества ту залоговую базу, которая позволит ему взять кредит. Очень важно ещё, что мы имели не только здесь спектр банковских услуг, очень широкий, большое разнообразие этих услуг, но и доступность для фермера, человека, труда. На встрече обсудили возможность реструктуризации долгов по инвестиционным проектам в Краснодарском крае, а также участие Сбербанка в проектах государственно-частного партнёрства, например, в строительстве платных дорог. Инга Габешия, телекомпания ФКТ. Весна – пора паводков и активного таяния снега. Чтобы не допустить возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с затоплением населённых пунктов, в Сочи ведётся активный мониторинг. О проведённых работах на курорте сегодня отчитались главы районных администраций во время заседания комиссии по ЧАЭС. Проблема паводков на курорте круглогодичная. В Сочи – 43 реки. В зону риска, как правило, попадает ряд населённых пунктов Адлерского и Лазаревского районов. А это порядка 1700 домов. Вероятность возникновения наводнений усиливают и погодные условия. Чтобы не допустить возникновения ЧАЭС, в Сочи постоянно проводится работа по защите населённых пунктов, расположенных в руслах рек. Отлаженная система предупреждения мониторинга ситуации на реках и водоёмах расширилась сеть гидрологических постов на реках. Совершенствуется система экстренного оповещения населения об угрозах возникновения чрезвычайных ситуаций. В целях оперативного реагирования и выполнения неотложных аварийно-восстановительных работ принято решение о необходимости введения режима функционирования чрезвычайной ситуации для органов управления и сил муниципального звена города Сочи на территории села Кепша и на территории Волковского сельского округа. Тем не менее, отметил председатель городской комиссии ПУЧС, факты несвоевременной очистки русел рек имеются. В ходе сегодняшнего заседания главы районных администраций отчитались о проделанной работе и обозначили приоритетные задачи по оперативной ликвидации засоров русел. На ближайшую неделю осадков на территории муниципалитета не ожидается и риска подъёма уровня рек нет. А вот в Высокогорье будет обильно таять снег. Краткосрочный прогноз гидромедцентра показывает рост температуры воздуха от 8 до 10 градусов тепла. В предгорных зонах до 20 градусов. Поэтому сочинцам и гостям курорта следует внимательно относиться к информации от МЧС и противоловинных служб. Неудовлетворительную оценку получили сегодня некоторые управляющие компании, которые либо сами плохо работают с населением, либо не организуют уборку своих дворов. Об этом сегодня говорили на расширенной планёрке, которая прошла в Зимнем театре с участием общественности города. Наведение санитарного состояния во дворах – основная тема планёрного освещания. Если улицы и набережные радуют глаз, то придомовые территории пока только огорчают. А ведь Сочи теперь это не просто курорт, который за лето принимают до 6 миллионов отдыхающих, но и центры международных мероприятий. Достаточно напомнить, что в Сочи в ближайшее время пройдёт этап «Формула-1», Кубок конфедерации, Всемирный фестиваль молодёжи и студентов. И встречать гостей неприглядом видов дворов просто стыдно, ведь по нашему городу будут судить о всей России. Жители кивают на управляющую компанию, а управляющая компания кивает на жителей. Что, мол, посмотрите, у меня написано только на работы аварийные проводить. Я их и провожу. А вот содержать двор или содержать подъезд, это по условиям договора, это должны сами жители. Но сами жители не хотят этого делать. Мы же говорим, друзья наши, миленькие наши, должны понимать либо деньги, либо руки. Чаще всего денег нет, а руки-то есть у всех. Были названы те дома в городе, где очень неухоженно. Это Мацесинская, 26, Гастелла, 41, Голубые дали, 76, Чайковского, 27 и так далее. Там и нет взаимопонимания между управляющими компаниями, жильцами. Вот за такие грязные дворы будут взиматься специальные комиссии штрафа. Но глава города считает, что лучше жителям средства потратить на веники и краски и привести дворы в порядок. Хотя инвентарь, в том числе и краску, домкома могут выдавать в районных администрациях. Глава города объявил сегодня о проведении еще двух субботников в рамках краевого двухмесячника. Это 8 апреля и 22. В ходе последнего субботника была вывезена почти тонна бросового мусора, причем силами сотрудников администрации. Самих же жителей поучаствовало почти 7 тысяч. Это менее 1%. Остальные показали себя иждивенцами. Если бы каждый второй вышел убраться в своем дворе, город сверкал бы чистотой. Ну а за несанкционированными свалками следит муниципалитет. В прошлом году в результате вертолетного облета их было выявлено и убрано более 200. В этом году только 18. Все они сейчас подлежат ликвидации. Такая работа нами будет вестись на постоянной основе свалки. Как мы понимаем, нужно выявлять в самой ранней стадии, для того, чтобы не дать им разрастись. И самое главное, необходимо принимать меры по их профилактике и вести работу по заключению договоров с мусороуборочными компаниями. На сегодня в Сочи заключено с САХом 358 тысяч договоров. 150 тысяч заключили с другими коммунальными компаниями, которые не вывозят мусор за пределы города. И 72 тысячи горожан вообще ни с кем не договорились о вывозе отходов. Именно они являются источником стихийных свалок. О всех таких фактах жители просят сообщать на горячую линию. Также сегодня на планерке говорили о предстоящей Пасхе. В этом году она ранее выпадает на 16 апреля. И к этой дате мэр попросил горожан привезти в порядок кладбище. Их в Сочи 107. Люди же попросили обратить внимание на деревья, которые растут на кладбищах, и которые можно назвать уже аварийными. Глава города тут же даст задание службе спасения спилить сухостой. А еще попросили тех, кто будет убираться на могилах, не сжигать мусор, а собирать их в пакеты. Специальная техника затем вывезет все мешки. Для удобства граждан, посещающих могилы родных и близких, на входных группах организованы пункты выдачи целлофановых пакетов для удобства сбора мусора. Также будут организованы пункты выдачи инвентаря для пожилых граждан. Ввиду того, что пожилым гражданам неудобно из дома с собой везти инструмент для уборки. Те же ведра, грабли. Еще одна проблема, которая должна решиться самими людьми, не следует приносить на кладбище – емкости с водой, которые способствуют размножению комаров. Уборка кладбищ перед Пасхой – это и православные традиции отмечают священники. Церковь очень трепетно относится к могилам, захоронениям всех наших родителей, прародителей и ставит святую обязанность следить за порядком и благочением на кладбище, потому что кладбище является продолжением храма Божия. Также сегодня на планерном совещании был заслушан доклад по мониторингу садоводческих товариществ и гаражных кооперативов. В этой работе приняли участие народные дружинники, представители казачества и общественности. Обследовано 199 садоводческих товариществ и 168 гаражных кооперативов. Выявлено почти 1300 административных правонарушений. Доставлено в полицию более 2,5 тысяч человек. Мониторинг продолжится во всех районах Сочи. Елена Авсицина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. Глава Сочи предложил горожанам заработать и не платить за это налоги. Речь идет о сдаче в аренду собственного жилья. На встрече с представителями ТОСов и общественниками Анатолий Пахомов отметил, в Сочи приезжают миллионы туристов как на отдых, так и на событийные мероприятия. И есть масса запросов на недорогое жилье на несколько дней. Сочинцы могли бы сдать квартиру или комнату гостям курорта и заработать на этом, причем не оплачивая налоги. Но это касается только тех граждан, для которых сдача жилья – не основной вид деятельности. Второе обязательное условие – регистрация в едином колл-центре. Она бесплатная. Алгоритм прост. Владелец квартиры обращается в колл-центр по номеру 8 800 100 10 65. К нему выезжают специалисты, осматривают жилье, фиксируют все нюансы. После этого квартиру будут предлагать всем обратившимся за помощью в размещении туристам. Они также могут звонить по единому номеру. Уже сегодня в базе данных колл-центра значатся несколько сотен заявок. Антиалкогольная дистанция в Сочи останется прежней. Такое решение сегодня принял мэр курорта во время тематического заседания с предпринимателями и представителями торгово-промышленной палаты курорта. Этим летом планировалось ввести новые правила по продаже алкогольной продукции. Точнее, кратно увеличить антиалкогольную дистанцию. На территории Краснодарского края действует постановление о запрете продажи спиртного в радиусе до 300 метров от объектов здравоохранения, образования и других социальных организаций. В Сочи же это расстояние не превышает 25 метров. Согласно федеральному постановлению, его необходимо было увеличить. Но окончательное решение за муниципалитетом. Взвесив все за и против, с учетом местных характеристик, Анатолий Пахомов решил не вводить новые правила. У нас город ограничен, и море, и горы. Да и в принципе, если применять те нормы, которые нам рекомендуют, 300, то здесь, будем говорить, просто негде будет. А если не будет у нас этого, то, наверное, и гостям это не совсем понравится. Хотим мы этого или не хотим. Но гости хотят, когда приезжают на отдых, и выпить тоже. Мы остаемся на тех же самых условиях, как и было. Но с пониманием того, что мы изучили, и истинно ради, должны констатировать факт, что сделали все правильно. В случае положительного решения, отметил городоначальник, Сочи мог бы потерять около 30 миллионов рублей в виде налоговых поступлений в бюджет. Закрыть пришлось бы сотни лицензированных предприятий. А главное, что на первый план мог бы выйти теневой бизнес, что существенно бы увеличило оборот нелегального алкоголя. Предприниматели, в свою очередь, обязались вести свой бизнес исключительно в рамках закона и подписали хартию о торговле алкогольной продукцией. Сочинские таможенники изъяли партию незадекларированного товара на российско-абхазской границе. Автомобиль, следующий из России в Абхазию, вез, согласно документам, масло для двигателей и аккумуляторы. И между тем, в ходе таможенного досмотра в грузовом отсеке автомобиля была обнаружена коробка с товаром, не указанным в декларации. В коробке находились картриджи для принтеров – 121 штука. Водитель объяснил, что не проверял соответствие товара с указанным в документах. По его словам, он не знал о том, что этот товар не был задекларирован. В сочинской таможне возбуждено два дела об административном правонарушении, ответит и сама фирма, и должностное лицо. В Сочи открылся досуговый центр для детей с расстройством аутистического спектра. Помещение для него выделил город. Мам и папа вместе с малышами ждут на день открытых дверей. А сегодня клуб осмотрел глава Сочи Анатолий Пахомов. Это не лечебное и не образовательное учреждение. Здесь ждут родителей и детей для игр, чаепитий и других совместных мероприятий. Помогать мамам и папам играть и заниматься с малышом будут специально обученные волонтеры. В ближайшее время будут закуплены необходимые тренажеры. Помещение для досугового центра выделил муниципалитет. Глава Сочи отметил, родители и детей аутистов не раз обращались к нему с просьбой организовать именно такой клуб. У нас более 100 деток-аутистов есть, семьи могут здесь общаться, детки начнут здесь общаться. Более того, здесь будет возможность и физически себя подготавливать, работать над своим здоровьем. А также будет возможность и готовиться к какой-то определенной профессии. Мне очень понравилась идея, что здесь появятся и мастерские, где будут ребят какому-то ремеслу обучать. Мы давно мечтали о таком центре и хочу выразить слова благодарности Анатолию Николаевичу Пахомову, администрации, депутатам за ту помощь, которую они нам оказывали на протяжении всего этого времени, чтобы наша мечта, мечта десятков родителей сбылась. Наш центр рассчитан на всех абсолютно семей и детей нашего города, независимо от их проживания, независимо от того, в какие центры они посещают, какие организации они получают, от каких организаций помощь или членами каких организаций они являются. В Сочи 149 детей с расстройством аутистического спектра. Прийти в досуговый центр на Макаренко, 24 могут все желающие. Это совершенно бесплатно. В воскресенье 2 апреля в центре состоится день открытых дверей. Родители смогут не только оценить возможности клуба, но и сами предложить, какие мероприятия можно здесь провести. Более 150 тысяч тюльпанов зацвели в Сочи. Эти яркие цветы сегодня можно увидеть в знаковых местах и на центральных прогулочных зонах во всех частях курорта. Как долго эти растения будут радовать сочинцев и гостей города, расскажем в нашем следующем материале. Сотни алых тюльпанов украшают центральную клумбу возле площади у городской мэрии. Посажены они были еще осенью и вот сегодня радуют глаз сочинцев и гостей курорта. Пройти мимо такого цветочного ковра и не сделать снимок просто невозможно. Все, что мы сейчас наблюдаем, это посадки осени 2016 года. То есть хочу подчеркнуть, что несмотря на такую агрессивную зиму, вот эти все цветы наши, виолы, примолы, брасика, тюльпаны, я уже про них сказала, они вот сейчас набрали свою силу и спокойно пережили зиму, снега, вот этот стресс. Всего в Сочи в эти дни зацвели более 150 тысяч тюльпанов. Разноцветные бутоны раскрылись во всех частях курорта, в знаковых местах и прогулочных зонах. После того, как эти тюльпаны сойдут, их сменят позднецветущие сорта. Так что радовать глаз эти луковичные растения будут еще долго. Тем более, что озеленители тщательно следят за клумбами, подрезают, подкармливают цветы, рыхлят землю. Свой вклад в зеленый наряд курорта вносят и предприниматели. Так, возле Южного Мола появилась новая клумба. Теперь вот эту территорию украшают 12 кедров. Как говорят местные бизнесмены, которые и занимаются благоустройством этого места. Эти сосновые деревья символизируют то, что Сочи гостеприимен круглый год. В преддверии подготовки к Сочи Яхт-шоу 2017, а это большая выставка катеров и яхт, мы ведем подготовку и работы по благоустройству. Поэтому территория города станет еще краше. И также рекомендуем всем в эти замечательные солнечные дни заняться благоустройством нашего любимого города. Дополнительно здесь планируют высадить еще около 100 растений. Это оливы, агавы и пальмы. Кроме того, рабочие уже приступили к обустройству так называемой Альпийской горки. Это такая ландшафтная композиция из растений, кустарников и камней, имитирующая горный пейзаж. Здесь же установят лавочки. Все это будет привлекать на набережную еще больше сочинцев и гостей города. Ну а уже в конце апреля в городе начнут менять цветочный ассортимент на весенне-летнюю коллекцию. Клумбы украсят бегоний, сильвий, бальзамин. Уже другие виды будут цветочных растений. Где-то мы будем многолетние высаживать, каркасы из жимолости делать такие, чтобы у нас были основные элементы красивые в любое время года. Даже если цвета мне очень хорошо чувствуются, вот эти вот каркасы из кустарников мелких, декоративных, стриженных, они будут выглядеть как дивные портеры. Всего к старту курортного сезона в Сочи будет высажено порядка полумиллиона цветов. Инга Габеша, Ольга Десятова, Алексей Давыдов, Демидь Даниловский, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. 2 апреля в Сочи состоятся открытые краевые соревнования по легкой атлетике Кубанский полумарафон. В связи с чем на полдня будет изменен график и маршрут движения транспорта. Движение будет ограничено по маршруту легкоатлетического забега. Это выход с трассы Формула-1 на улице Триумфальная через КПП номер 1 Сочи Автодрома с левым поворотом в сторону улицы Перспективной. Далее на улицу Голубая, Морской бульвар, Олимпийский проспект. После напротив стадиона Фишт разворот в обратную сторону по направлению к улице Триумфальной. Далее движение по улице Триумфальной в сторону Каспийской и правый поворот на трассу Формула-1 через тот же первый КПП. Около сотни спортсменов сегодня вышли на ринг в рамках открытого чемпионата и первенства города Сочи по боксу. Турнир будет проходить в течение двух дней в разных возрастах и весовых категориях. За его ходом наблюдала наша съемочная группа. В открытом чемпионате и первенстве города Сочи по боксу приняли участие порядка сотни спортсменов. На ринг сегодня вышли сильнейшие представители этого вида единоборств. В турнире принимают участие не только представители сильного пола, но и девушек. Впрочем, в Сочи этим уже не удивишь. В третьей спортшколе по боксу сильный женский состав. В их числе три члена сборной России, победители чемпионатов Южного федерального округа и первенства страны. Евгения Дмитриева пришла в бокс полтора года назад. В то время, рассказывает спортсменка, тренироваться приходилось исключительно с мальчиками. До этого я футболом и волейболом занималась, да. И это для меня новое было. Я пришла, и там была одна девочка только. Это я была. И знаете, я пришла, и у меня тренер, получается, говорил, если девочка, ты можешь этого не делать, отжиматься ты можешь не отжиматься. Но я отжималась, и через два-три месяца я уже выступала. Такое упорство дало свои результаты. Евгений – серебряный призер первенства Краснодарского края. Сегодня в свой актив внесла очередную медаль за второе место – медаль открытого чемпионата Сочи. Мальчики и юноши тоже не отстают и показывают отличные результаты. Они сегодня считаются лучшими в крае. Если в целом говорить о боксе в Краснодарском крае, то город Сочи занимает самые лидирующие позиции. И эта планка у нас стоит сегодня уже около 10 лет. Никто не может победить город Сочи в общем командном зачете. Мы выигрываем спартакеады, мы всегда в медалях находимся в спартакеадах Кубани, мы всегда находимся в лидирующих позициях по итогам чемпионата в первенстве Краснодарского края. Кстати, сегодня количество участников турнира далеко не рекордное. Дело в том, что основные силы сочинского бокса сегодня находятся на выезде. На учебно-тренировочных сборах краевой команды. Готовятся к чемпионату страны. Ну а финальные бои открытого чемпионата Сочи пройдут в субботу. Лучшие боксеры помимо медалей получат полную спортивную экипировку и инвентарь. Отличный и нужный подарок для каждого боксера. Галина Моисеева, Ольга Десятого, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. Ну и на сегодня это все новости. Их уже можно найти на нашем сайте fkt.com. Ну а я с вами прощаюсь. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Ольга Десятого.